Старею, глупо в мои годы, Но я всё реже верю в чудеса. От суеты до запаха свободы Всего два шага или полчаса. Когда уже не глупая красотка Тебе дороже отблеска зари, Когда уже не морфий и не водка, А цвет огня взрывает изнутри. Когда глядишь на жизнь, Не понимая, где ты реальней, Здесь или во сне. Когда тебе ноябрь дороже мая, В нём правды жизни больше, чем весне. И я уже везде почти как дома, Но этот дом как в призрачном дыму. И два письма со штампом Оклахома Почти как с Марса. Господи, кому? И ты поймёшь, что главное на свете Не завтра, не сегодня, не вчера. А знать всегда, откуда дует ветер, Не глядя в этот миг на флюгера. Спасибо. А я обещал немножко похулиганить. Старые друзья, Год, не знаю, 2000-2001. Опустела твоя квартира, Рассосался к утру на рот, На столе с пережаркой жира Недоеденный бутерброд. Может, кто-то б сказал тоскливо, Нам же это всё на ура. Слушай, Димка, пошли за пивом. Время завтракать. Шесть утра. На расцвете столетия Онова Без прописок и паспортов На бордюре в районе Конного Хайраме шугать ментов. Каждый выбрал свою заботу, Каждый путь выбирает свой. Пролетарий на работу, А богема к себе домой. И при чём здесь, что нету стажа? И при чём здесь, который час? Быть собою совсем не лажа, Лажа в том, чтоб не верить в нас. Ведь у нас же другие цели. Впрочем, цель не всегда видна. Вы прилизанных рож хотели от поэтов? Да нихрена. Мы без денег, актура Кфеллер. Мы бутылки сдаём, А вы сто пуду в Губерман и Веллер С нами Пилипп до синевы. На втором ли, на пятом круге Вечно верить, любить, писать? А пока что друзья-подруги Нас пытаются причесать. Умножая легенды, сплетни, Независимо день ли, ночь, Орды девочек двадцатилетних Нам с тобою хотят помочь. То посуду всё перемоют, То избавят от паутин. Да оставьте вы нас в покое, Мы ж совсем не того хотим, Мы ж в костюмах умрём от скуки, Нам уют воротит нутро, Нам без разницы в стрелкуль брюки, Нам не надо борща ведро, В нас поэзия эпикура И атлантовский монолит. Если петь, то ревела буря, Если женщина, то лилит. И при чём здесь вообще сонеты, Если в мире покоя нет? Не стихами сильны поэты, А уменьем любить рассвет Нежно, искренне и красиво, А не так, как кобель блядей. Слушай, Димка, пошли за пивом. Время завтракать. Новый день. Спасибо. Ну и, собственно, спасибо. И, собственно говоря, Вот то же самое, Только десять лет спустя. Мне кажется, что я уже привык Не задавать отпраздности вопросов. В саду копался сгорбленный старик, А по тропе навстречу шёл философ. Остановился, Поглядел вокруг, И в позе снисходительно надменной Спросил, А вот скажи-ка мне, мой друг, Что по себе оставишь во вселенной? Старик в ответ, Да вот, сажаю сад. Философ, Подружись-ка лучше с книгой. Ты видишь, птицы в облаках летят, А ты в земле копаешься с мотыгой. Всё это бренность, то есть суета. Сад зарастёт травой, как наши кости, А птицы, понимаешь, неспроста. Да, избив с кустов росу ударом трости, Ушёл философ что-то постигать, Или уже постигший всё на свете. Старик мотыгу в руки взял опять И прошептал кустам, Растите, дети. Сто лет прошло. Меняли мы не раз за это время Веру и идею. Опять весна настала, Знайный час, И я в саду сажаю орхидею. А мне навстречу по аллее рос, Как будто бы по вечности нетленный философ. И знакомый мне вопрос, Что по себе оставишь во вселенной. Стоит надменно книгу теребя, А нет, попросил стаканчик чаю, Я узнаю философы себя. И улыбаюсь. И не отвечаю. Ну ещё одно небольшое стихотворение. Спасибо большое. Это просто опять же такие как пожелания, Тоже из старых вещей, Просто очень люблю именно эту вещь. Могила — лов. Бессилие — не верю. Но кем твоя допишется строка? Кому подвластен ангелу ли, Зверю твой вечный дух, Прошедший сквозь века? Что этой жизнью сможешь приумножить, Отчаяние сердца соскребя? Никто тебя не сможет уничтожить, Покуда сам не вычеркнешь себя. Ну и молодому поколению передаю слово Игорю.